Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня мы, безусловно, поговорим об итогах и последствиях для рынка вчерашнего заседания ФРС, точнее, заседание было двухдневным. Вчера были подведены итоги, процентная ставка, пересмотрены прогнозы по основным параметрам денежно-кредитной политики. Но, к сожалению, сейчас забегая вперед, я хочу сказать, что ФРС в очередной раз стал разочарованием для рынка. И вот сейчас, уже гадываясь назад, я даже не припомню, когда за последние месяцев 6-8 и было ли вообще такое за последний год, чтобы ФРС в соответствии с нашими ожиданиями привел в движение доллар именно в том направлении, в котором нам бы хотелось это видеть. Ну, все-таки, опять же, давайте говорить по факту того, что было на рынке. Особого негатива не произошло. Да, доллар ослаб, но незначительный. И то, что под конец торговой сессии мы видели то, что пара доллар-японская иена восстановилась к уровням, на котором, в принципе, была на протяжении последних нескольких дней. Можно сказать то, что рынок остался в той самой фазе, в которой он был. Это фазе нерешительности, или вот как сейчас в заголовках многих СМИ сказано то, что фаза своего рода прострации. Потому что на рынке нет уже пока что локальной какой-то идеи, которую можно было бросить вот в топку дальнейших движений, инструмента привычного для нашей регуляции доллара, и которой можно было бы оправдать то, что с американцем будет дальше, на перспективу ближайших недель. Но мы все-таки стараемся проявлять проактивность. Я, с вашего позволения, сегодня попробую спрогнозировать, что будет с долларом, и, соответственно, попробую объяснить, с чем может быть связана эта динамика. Но прежде чем перейти к американцу, даже при всем уважении к фундаменту, не будем нарушать наши традиции устоявшиеся. И сначала поговорим относительно того, что происходило на рынке нефти. Потому что нефть не просто остается нашим другом. Нефть продолжает валиться к тем долгосрочным ориентирам, которые мы поставили с вами давно, и не надеялись достигнуть так быстро, как, судя по всему, эти ориентиры будут достигнуты. Но наш излюбленный инструмент – это бренд. На него мы традиционно обращаем внимание, поскольку любим проводить еще параллели того, как откликается на ситуацию на рынке нефти российская валюта. Я знаю то, что многие спекулируют и этим, против доллара, дуэтом активов. Ну, если даже не на рынке Форекс, не на более консервативных площадках, то, по крайней мере, через спекуляции обычной физической покупки валюты, через обменники. Сейчас, друзья, ситуация тоже довольно интересная, потому что мы находимся, вот, скажем, в своего рода точке невозврата, точнее, точке, когда нужно принимать решение и, собственно, это решение тащить дальше, в последующие месяцы. Я надеюсь, что вы уже давно приняты решение по той же Союзной Российской, потому что там неизбежная девальвация, которая просто откладывалась несколько дней назад. Но сейчас мы уже наблюдаем котировки 50-50, то есть постепенно все-таки рубль сдает позиции своему конкуренту и европейской валюте тоже. В частности, доллару, ну, понятно, здесь связано с тем, что доллар еще позиционно должен расти по факту решения поставки. Но я полагаю, что основная причина ослабления рубля, и, думаю, многие со мной согласятся, это все-таки сохранение вот этого нисходящего тренда, который мы сейчас наблюдаем на рынке нефти. И то, что у нас бренд уже котируется ниже отметки, ну, был вчера, 47 долларов за баррель, это, конечно же, тревожный звонок для показателей достаточности российского бюджета. И тут уже трудно сопротивляться рублю и российским денежным монетарным властям, которые через интервенцию еще сдерживали, соответственно, его ослабление. Сейчас такие, хоть и высокопарные цели, но все-таки уже трудновыполнимы. Поэтому рубль начинает постепенно отступать от своих максимальных значений, которые были показаны несколько месяцев назад, да и на протяжении всего 2017 года. И наша с вами цель все ближе и ближе. Ближайшие ориентиры это 58, я думаю, то, что мы первое полугодие сможем закрыть даже выше этой отметки, ну, лишь бы, конечно же, нефть не развернулась, и медведи по-прежнему сохраняли вот это позитивное для себя расположение долга. Что касается рынка нефти, почему актив продолжает сильно валиться? Это не просто, скажем, импульс, который был получен когда-то, и этот импульс просто отрабатывает себя по инерции. Нет. Мы каждый день в рамках даже текущей пятидневки получаем что-то новенькое. На этой неделе изначально я ориентировал вас на статистику по запасам нефти. После этого у нас были позитивные для медведя ожидания того, что рынку будут представлены отчеты, доклады, скажем так, месячные от ОПЕК. Далее после ОПЕК администрация энергетической информации и Международное энергетическое агентство. Вот, собственно, все вот эти доклады уже позади. Мы можем проводить работу, скажем, по разбору полета и отметим лишь то, что администрация энергетической информации, как вы помните, прогнозирует резкий рост фанцевой добычи в США, позитивный момент для медведей. Дальше ОПЕК по объему добычи в прошлые месяцы был сфиксирован прирост производства на 1%, примерно на 350 тысяч баррелей в сутки. Даже несмотря на те действия, которые предпринимаются по ограничению добычи. Второе, соответственно, медвежий влажный сигнал. И вчерашний доклад уже Международного энергетического агентства, которое не распыляется, скажем, на отдельной площадке, оценивает ситуацию со скоростным предложением глобальной экономики. Так вот, здесь сразу две такие подрекомендации, тоже усиливающие именно давление на нефть. И мы прекрасно видим то, что это именно так, потому что нефть валится. Вот, в частности, по оценке Международного энергетического агентства следует то, что проблему с перенасыщением рынка нефти не удастся решить до конца этого года. Не удастся решить даже до марта 2018 года, вот как планируют регионы ОПЕК, поддержавшие и присоединившиеся к энергетическому пакту. И плюс ко всему, считается и прогнозируется, что в 2018 году рост предложения будет настолько существенным, что он серьезно станет опережать спрос со стороны мировой экономики. И я думаю, что прогноз Международного энергетического агентства был скорректирован еще на фоне последних слабых данных по Китаю. Ну, об этом мы также уже с вами говорили, не буду повторяться. Вы, в целом, помните, что Китай у нас возмутитель в спокойствии. В Китае мы не верим в силу этой экономики, не верим в то, что Китай сможет простимулировать показатели спроса и привести к улучшению конъюнктуры вот именно по балансу спроса и предложения. Поэтому, друзья, вчерашний день, спасибо вам большое, потому что мы укрепились только в нашей вере, что актив будет снижаться. И чуть не забыл статистика. Регулярные у нас запасы нефти. В этот раз, на прошлой неделе, запасы снова снизились на 1,7 миллиона. Но правительственный отчет интересен тем, что публикуются данные не только по запасам нефти, еще выходят данные по запасам бензина, дистиллятов и по объему добычи нефти США. Так вот, бог с ними, запасами нефти. У нас есть очевидный, существенный рост запасов бензина. И это настоящий парадокс, потому что сейчас летний сезон, традиционный период повышенного спроса на топливо из-за классического сезона, когда потребители, расходы на, собственно, автомобили, в этот период они существенно растут. Сейчас мы наблюдаем обратную динамику. Запасы увеличиваются, что в целом отражает слабый внутренний спрос и формирует очень серьезный еще один медвежий сигнал, который, друзья, вы должны также держать про запас и ни в коем случае не разворачиваться по ценам на нефть. Потому что эта неделя стала еще одной пятидневкой, когда наши, опять же, ожидания были подкреплены уже новым фундаментом. Плюс ко всему, нас не изочаровал и нефть. Если раньше мы верили, что актив будет снижаться, отыгрывали новостной фон, но нефть еще сопротивлялась. Быки, точнее, сопротивлялись и оказывали определенное давление даже на медведей. Сейчас мы неуклонно движемся вниз. И с такими темпами, я думаю, что даже до конца этой недели мы можем, конечно же, замахнуться на тестирование поддержки в 45 долларов за парень. Потому что остается совсем немного, всего лишь 2 доллара. Если положиться на заключительный отчет этой недели, Бейкер-Кью, статистика по нефтиным терминалам, и допустить то, что у нас будет практически юбилейное 22-я неделя подряд роста осланцевых буровых, может быть, медведи смогут использовать эту статистику и подобраться к поддержке в 45 уже за столь короткий промежуток времени. Я, в общем, в это верю. Я сохраняю и свои позиции, я и сохраняю свой взгляд, уверенность и убежденность в том, что неизменно этот инструмент продолжит двигаться в конве нисходящего тренда. И советую вам, друзья, также вместе с трендом сейчас идти вниз, уже замахнувшись на цель 45 долларов за баррель. Про рубль мы уже поговорили, давайте не будем останавливаться. Цель 58. Если бренд доберется до 45, тогда и российская валюта тоже окажется выше 58. Стартуют торги на российской бирже через 20 минут. Я думаю, что после вчерашнего снижения еще будут определенные отголоски, которые приведут к еще большему давлению на рубль даже в рамках сегодняшней торговой сессии. Поэтому, с вашего позволения, я бы даже предпочел сейчас поставить на то, что до конца этого дня мы будем котироваться по паре доллар-рубль в районе 57.70-57.80. А если уже доберемся до 58, уже совсем будет сказка. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Конечно же, евро вчера, так же, как и прочие инструменты, ждал заседания ФРС, итоги, ждал, что будет со ставкой, с прогнозами, ждал конкретики по поводу изменения баланса Центрального банка. Более серьезного фундамента и триггера для движения европейской валюты не было. Если мы теперь сравним, что происходило с долларом и спроецируем динамику доллара, разумеется, с реверсом, скажем, с обратным поведением на риск, потому что если доллар валится, у нас рисковые активы растут, и наоборот. Можем сказать, что действительно именно американская статистика, а потом уже и ФРС оказывала основное влияние на рынок. Хотя кто-то считает, что рост европейской валюты вчера был связан еще с выходом данных по промышленному производству. Статистика оказалась хорошей, рост в годовом выражении на 1,4, в месячном тоже прирост на 0,5% в годовом, это, по-моему, максимальное значение за последние два года. Я не думаю, что статистика оказала на евро какое-либо влияние, потому что все, что происходит с европейской валютой в последние дни, недели и месяцы, это результат общего рыночного сантимента, который формируется поведением доллара. После того, как миновало заседание ФРС, мы сейчас смотрим на котировки евро, кстати, евро торгуется на отметке 1,12,16 на текущий момент, можно сказать, точно на том же самом уровне, о котором мы говорили с вами в начале этой недели. Если посмотрим на индикатор рыночных настроений Кайман, то сейчас позиционирование 75,25, то есть очевидно, большинство по-прежнему верит в то, что евро будет снижаться. Честно говоря, долгосрочные – это правильные ориентиры, потому что евро, исходя из целой кучи фундаментальных факторов, действительно должна котироваться ниже текущих значений. Но поскольку маркетмейкеры такие хитрые игроки, что не могут позволить заработать всем, я снова обращаю ваше внимание, что долгосрочный сценарий, он должен и дальше подразумевать возможности роста европейской валюты. Вот вчера мы с вами переписали на локальном позитиве для евро, максимум многомечный по паре евро-доллар, потом снова скорректировались, и все равно участники рынка не разворачиваются, верят в то, что евро дальше пойдет ниже. Поэтому я снова обращаю ваше внимание на возможность двух сценарий, в зависимости от того, к какой категории трейдеров вы себе относитесь. Если вы долгосрочные и среднесрочные трейдеры, вам нужно занимать короткие позиции буквально с любых значений, на которых евро будет торговаться вчера, сегодня будет торговаться завтра. Потому что дальнейшие цели через несколько месяцев, может быть чуть больше квартала, это закрепление ниже отметки 1.10. Но если вы хотите еще снять сливки, опять же использовать потенциалы как досрочного роста, вам нужно поставить на то, что евро может пробить сопротивление 1.13. Я думаю, что если это и действительно возможно, то может произойти уже буквально в считанные ближайшие дни. Фунт против доллара. Сегодня, вслед за суперсредой, которая была вызвана заседанием ПРС, сегодня у нас тоже суперчетверг. Это не мое такое ноу-хау, это действительно день, который называют именно так, потому что сегодня мы получим огромное количество статистики по Британию. Это и данные по рыночным продажам, это и процентная ставка, это объем выкупа активов. После этого входит голосование монетарного кабинета Банка Англии по поводу изменения денежно-кредитной политики. Мы получим протокол еще последнего заседания. И все это будем анализировать вот в рамках одной такой сессии. Там интервал между этими отчетами всего лишь несколько часов. Поэтому, если вы торгуете фунтом, сегодня вам нужно быть крайне внимательными и бдительными к тому, что будет происходить на рынке. С чем мы подходим, собственно, к этому фундаменту? Статистики было очень много на этой неделе. Самое важное, на что нужно было сделать ставку, это на провальный релиз по индексу потребительских цен. Это отчет по инфляции. Он вырос и достиг максимального значения за последние практически 4 года. 2,9% это то, что губит на корню потребительскую активность, потому что по этой статистике видно то, что инфляция уже серьезно превышает рост заработных плат. Вот, собственно, статистика по заработным платам была опубликована вчера. И зарплаты снизились с 2,3% до 2,1% без премии с 1,8% до 1,7%. Сравнивая показатели роста заработных плат 2,1% с инфляцией в 2,9% здесь простой, очевидный вывод. Инфляция опережает рост заработных плат. Это не может не сказаться на потребительской активности, поэтому, друзья, я сегодня жду крайне провальный релиз по ровничным продажам. И я жду, чтобы Банк Англии снова обратил внимание на те риски, которые несет высокая инфляция для будущих показателей экономического восстановления. И чтобы в соответствии с этими слабыми прогнозами они начали было уже хотя бы что-то предпринимать, чтобы изменить ситуацию. И это только рынок статистики. Еще большим негативом для британца выступает фон политического характера. Консервативная партия без большинства старается сейчас договориться, сформировать коллекционное правительство. Я об этом также говорил, не буду повторяться. В общем, политический риск – это еще один негативный момент, который еще скажется, опять же, на британца. На следующей неделе мы с вами будем говорить уже о процедуре Брэйвзита, потому что 19 июня она стартует. Недоверие к Терезе Мэй зашкаливает сейчас. Оппозиционные партии считают, что ей уже давно пора сложить себя в полномочии. Я думаю, что это оказывает, конечно же, влияние и на Терезу Мэй. В общем, вступать в процесс переговоров по Брэйвзиту и отстаивать интересы английских граждан тогда, когда в нее не верят – это такой болезненный процесс даже для самолюбия, собственно, человека, который будет заниматься этим. Друзья, эти все моменты тонкие, нюансы, скажем так, их не нужно недооценивать, не нужно упускать из внимания. Потому что, может быть, кто-то о них вам не расскажет, но я хочу, чтобы, если вы сделали ставку на фундамент, вы были в курсе всего, что происходит, и чтобы вот так по фрагментам формировали мозаичную картинку. Поэтому по фунту цели наши прежние 1.25, если все будет круто, то мы сможем добраться до этой цели в ближайшие два дня. А сейчас котировки 1.27.46 – это чуть и выше, чем мы наблюдали днем, то есть день назад. Соответственно, поскольку общее настроение не меняется, я думаю, что сегодня, благодаря суперчетвергу и тем отчетам, которые впереди, мы сможем вместе усилить давление на этот инструмент. Доллар и японская иена. Вот здесь сразу хочу сказать, что ставку повысили, как мы и ожидали, на 25 базисных пунктов в соответствии с теми прогнозами, которые присутствовали на рынке. Другого сценария быть не могло, потому что рынок оценивал вероятность подобных изменений в 100%. ФРС решил не провоцировать ненужные проявления нестабильности или, как говорят на рынке, флокутации, которые увеличивают, разгоняют, раскачивают активы и, соответственно, формируют больше панические настроения. Потому что если инструмент движется очень интенсивно и, в конце концов, уходит не в том направлении, в котором прогнозируется, это заставляет трейдеров выходить из расположения рисковых инструментов. ФРС хочет, чтобы все было стабильно, чтобы все было в соответствии с прогнозами и, конечно же, если уж сам рынок готовился к тому, что ставку повысит, то ФРС просто не мог не сделать ничего другого, кроме как взять и повысить ставку. Больше интересно, вот лично мне были прогнозы по поводу того, что ожидает ФРС от экономического роста, от безработицы и инфляции. И вот здесь, друзья, я прям с удовольствием хочу поделиться с вами этими прогнозами, потому что даже несмотря на, казалось бы, несколько слабых отчетов, которые мы получили до публикации решения по ставке, ФРС не сошел с тропы более жесткой монетарной политики и подтвердил то, что приоритетом остается вот эта нормализация денежно-кредитной политики. Экономический рост на 2017 год пересмотрен с повышением с 2,1 до 2,2, уровень безработицы пересмотрен с 4,5 до 4,2, базовая инфляция так и осталась на ближней отметке в 2%. Сейчас базовая инфляция, это та, которая не учитывает цены на продукты питания, на энергоносители немножко просела, находится на отметке 1,7%. Но раз ФРС верит в то, что ситуация стабилизируется, значит и мы должны верить всем. Траектория процентных ставок в принципе осталась без изменений. Американский регулятор подтвердил то, что до конца этого года планирует еще одно повышение процентных ставок. Если статистика останется в текущих трендах, ну более слабых, если статистическая картина улучшится, то тогда ФРС может замахнуться еще на несколько повышений процентной ставки. То есть в целом жесткий подход сохранен. Это актуальность, это реальность, значит мы вправе были рассчитывать на то, что доллар вырастет. Плюс ко всему, после заседания состоялось выступление председателя ФРС Жанна Филе на традиционной пресс-конференции, и она еще раз делала акцент на то, что, отметив, да мы видели, что статистика ухудшилась, но нужно понимать, что разовое проявление слабости, оно не нарушает и не ломает тренды и тенденции. И было бы глупо, если бы ФРС начал пересматривать свои прогнозы, исходя из того, что инфляция в рамках месяца оказалась ниже установленной цели. Инфляция это очень волатильный компонент. И никто не удивится, если спустя месяц мы снова будем говорить о росте этого индикатора на 1,2%. Поэтому Джанет Ерин еще раз подтвердила то, что повышение ставок будет соответствовать прежним планам, как она отмечает, соответствует постепенности, которая была определена ранее. Значит, следующее решение, ну это скорее всего уже сентябрьское, будем следить за рыночными настроениями по поводу того, как рынок настраивается под это событие. Самое главное то, что рост ставок и ужесточение монетарной политики остаются обоснованными. Хорошо то, что доллар после локальной слабости как следствие и реакции на несколько слабых релизов восстановился, потому что сейчас мы вернулись к тем самым уровням, на которых находились до опубликации решения поставки. А значит, друзья, это самый настоящий момент X. Либо вы окончательно разуверились в том, что доллар может расти, тогда вам нужно продавать американцы против йен. Я не советую это делать. И либо вы все-таки получили еще больше сигналов того, что американская валюта должна расти и будет это делать против японского конкурента. Я отношусь к категории тех трейдеров, которые поставили на второй сценарий. Поэтому сохраняю длинную позицию и жду, что пара доллара и японская йена продолжат восстанавливаться. Очень интересно будет вернуться к ней в понедельник. Мы это обязательно сделаем. И посмотрим, сможет ли американец против йены выбраться с текущих котировок. Сейчас это 109.66 за оставшиеся две торговые сессии этой недели. Если мы закроем неделю выше 110, я думаю, что это зеленый свет для дальнейшего восстановления. Еще пару слов хотел сказать про австралийца. Сегодня австралийец растет на азиатской сессии благодаря поддержке данных с рынка труда. Уровень для работы снился до 5,5%, с 5,7%. Уровень занятости тоже, в принципе, хорошее значение. 42 тысячи новых рабочих мест. Пока что трудно мне сделать краткосрочный прогноз, что он будет с австралийцем. Но думаю, что рост, который мы видели вчера, этого актива, был преимущественно связан со слабостью долга. То есть опять у нас все упирается в американца. Я не верю ни в статистику австралийскую, не верю в то, что Резервный банк Австралии каким-то чудом сможет перейти к ужесточению монетарной политики. Более того, я настраиваюсь на то, что спустя квартал мы остановимся к спекуляциям возможного снижения процентной ставки, что должно оказать давление на австралийца. И еще, друзья, для тех, кто следит за новостным фоном, сегодня, точнее даже уже через 38 минут, в 10.30 по московскому времени, состоится заседание Национального банка Швейцарии. После чего руководитель Национального банка Швейцарии Джорджан даст пресс-конференцию. И сразу хочу отметить то, что на что мы смело можем рассчитывать, так это на подтверждение сохранения мягкой экономической политики. Напоминаю, что в рамках регулятора Швейцарии ставка по депозитам сейчас находится на самом низком уровне, минус 0,75%. И Национальный банк Швейцарии просто обязан с учетом того укрепления франка, которое мы видели в последние полтора месяца, напомнить рынку, что он не гнушается тем, чтобы проводить валютные интервенции и, в принципе, предупреждая всех, что они могут быть внезапны и произойти в любой момент и столько, сколько нужно будет раз. Я считаю то, что комментарий подобного формата может все-таки отвадить трейдеров от того, чтобы вкладывать средства во франк. Если комментарий будет предполагать еще, опять же, осноску на то, что текущие экономические стимулы легко можно будет расширить, а ту же самую ставку по депозитам снизить, ну, к примеру, до минус полутора процентов тогда, мы сегодня увидим очень неплохой рост пары доллар-франк. Текущие котировки 0,97-0,6 я считаю то, что через пару месяцев мы снова будем в районе паритета. Если вам нужна долгосрочная интересная сделка, тогда, друзья, доллар-франк – это еще один прекрасный бред валютных активов. Из важных событий сегодня, как я уже отметил, ждем кучу данных о Англии в 11.30 и в 14.00 по московскому времени и еще пару отчетов по США в 15.30 заявки на пособие по безработице и промышленное производство спустя 45 минут после этого. О фактических результатах и данных поговорим уже, соответственно, завтра. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Сегодня следим за поведением фунта, контролируем, как и всегда, риски. Если есть вопросы, то в вашем распоряжении форума «Амаркетс» и канал на YouTube. Скидывайте ваши комментарии, оставляйте вопросы. Вы знаете то, что я стараюсь отвечать на все комментарии, которые вижу на нашем официальном канале на YouTube, канале «Амаркетс». Те, кто еще не подписался, делайте. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, большие пальцы, за которые отдельное вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok